Я молился каждый день на протяжении многих лет. Я не был бы тем, кем я являюсь сейчас, если бы я не молился все эти годы. В основном я провожу время с Господом утром, и это всего лишь час. После этого я иду и занимаюсь своими делами. Утром я всегда встаю и молюсь. Но сейчас Господь высказал мне новое требование. Он больше не просит молиться час. Он хочет, чтобы я искал его, пока не найду. Это значит, что не имеет значения, сколько часов это займет. Сегодня пастор Бенни будет делиться словом с конференции в Оверленд Парк, штат Канзас, которая побудит вас искать более глубоких отношений с нашим Господом Иисусом Христом. «Семь ключей к молитве, которая может переставлять горы». Бог не желает, чтобы вы потерпели поражение в молитве. Он не желает, чтобы вы потерпели неудачу в молитве. И Он не хочет, чтобы молитва была последним убежищем. Большинство людей бежит к Богу лишь тогда, когда у них возникает проблема. Вот почему они терпят неудачи. Бог не задумывал молитву, как только выход для экстремального случая. Молитва должна стать неотъемлемой частью вашей жизни. В этом случае в вашей жизни начнут происходить чудеса. Давайте присоединимся к собранию в центре конвенции Оверленд Парк и послушаем продолжение учения пастора Бенни о семи ключах к молитве, которая может переставлять горы. Первое. Запишите. Первое. Вы должны чтить Божье присутствие. Вы должны чтить Божье присутствие. Когда мы чтим присутствие Божье, молиться становится легче. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 23 стихе. Это потрясающие слова. Потому что, дамы и господа, это один из главных ключей, который Бог открыл мне, когда я был молод. И сейчас я снова практикуюсь в том, чтобы входить в присутствие Божье. И я был в Нем последние несколько дней, поэтому я могу сказать вам, что это подобно запаху хлеба, только что вынутого из печи. Я снова могу наслаждаться Его присутствием. И я прославлял Его, поклонялся Ему в музыке. Так легко распознать присутствие Божье. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 23 стихе, следующее. «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Это сильные слова. «Сотворим обитель у Него, будем жить с Ним». Хотели бы вы, чтобы Отец, Сын и Дух Святой сотворили обитель в вас? Обитель у Него сотворим. Это значит, что у Него будет общение с Богом. «Постоянное общение с Господом». Здесь Иисус говорит о том, как распознать Его присутствие. Несколько недель назад в машине я слушал учение Кэтрин Кульман о том, как она пребывала в присутствии Божьем, почитая Его присутствие. Мы чтим Его присутствие, когда мы входим в Него, и мы почитаем Его, чтим Его, когда приходим к Нему сами, в тишине, в почтении, в святости. Мы отдаем это время только Ему и никому больше. Мы чтим Его, проводим время с Ним. Не бежим, как на пожар. Это обижает Его. Вы не можете почтить присутствие Божье, если вы пришли к Нему только потому, что вы жадны и эгоистичны, и говорите, «Дай, дай, дай! Аминь!» И все, вас нет. Так не почитают Божье присутствие. Так вы почитаете лишь самого себя. Этим вы говорите, «Я, я, я, у меня есть проблема, пока-пока». И все. Вы приходите только, чтобы брать у Него. Вы должны отложить все в сторону. Вы должны приходить в Его присутствие в тишине. Освободитесь от всего, что отвлекает вас. Выключите телефон. Закройте дверь. Не делайте бесполезных дел. Скажите детям, чтобы они не беспокоили вас. Выключите свой мобильный. Не поднимайте трубку. Люди не могут быть важнее Бога. Семья не может быть важнее Бога. Дети не могут быть важнее Бога. Вы чтите Его присутствие, когда уделяете Ему время. Уединение. Иисус пошел на гору один. Он чтил Божье присутствие. Он встал рано, прежде всех остальных, чтобы побыть наедине с Ним. И не молитесь, когда слишком поздно. Не молитесь, когда ваши домашние нуждаются в вас. Не молитесь, когда вы физически устали. Не молитесь, когда вы не в лучшей форме. Отдавайте Богу лучшие часы утром. В Писании ясно сказано, чтобы мы чтили Божье присутствие. Вот второй ключ. И вот какая молитва действует. Я даю вам то, что действует. Вы спросите, откуда ты знаешь? Потому что это действовало в моей жизни сегодня утром. Вот откуда я знаю. Оно действовало вчера. И очень мощно. Оно действует. В вашей жизни будет мир, спокойствие, победа. Вы получите сверхъестественный ответ на молитву. Все сразу же начнет становиться на места. Все в вас и вокруг вас начнет меняться. И тогда вы скажете, нужно было сделать это уже давно. Вы спросите, достаточно ли молиться час? Нет! Надеюсь, я вас разбудил. Час в день — это для младенцев. А полчаса — это вообще для самых маленьких. Кто из вас хочет обрести силу Божью? Поднимите руки. Кто из вас хочет быть настоящим христианином? Настоящим христианином! Помашите мне, и я даю это вам. Послушайте. Если вы хотите получить апостольскую силу, то у вас должна быть апостольская практика. Второй ключ к действенной молитве. Вы должны... Должны начинать с поклонения. Никогда не молитесь, и не начинайте даже говорить, пока вы не поклонитесь. Никогда не молитесь, и не начинайте даже говорить, пока вы не поклонитесь Ему. Уделите время поклонению. Начните свое молитвенное время с поклонения. Написано, говорит в Евангелии от Иоанна, 4 главе, стихах с 21 по 24. Иисус говорит женщине у колодца эти слова, которые мы читали много раз, но не обращали внимания на них. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме «Будете поклоняться Отцу». Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. А псалмопевец в 99-м псалме говорит, «Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою». Это тот путь, которым Бог хочет, чтобы вы входили к Нему. Четвертый стих. «Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, и не забывай всех благодеяний Его». Он говорит о поклонении. Поклонение — это второй главный ключ, который я пережил в успешной молитве, которая способна двигать горы. Первое. Молитесь в уединении и чтите Его присутствие. исключите общение с миром полностью. Уделите время, чтобы побыть в тишине и в святости. Второе. Поклоняйтесь. У нас есть подспорья в виде дисков с прославлением, которые мы можем включить и начать поклоняться Богу, вместе с прекрасным хором и под чудесную музыку. и мы можем купить их везде. Апостол Павел и Сила, когда они были в тюрьме, пели Господу и поклонялись Ему. Иисус сам поступал так, и в Писании говорится, что прежде молитвы Он говорил, «Отче, благодарю Тебя». Божий Сын тоже поклонялся. Поклонение имеет силу. Я открываю вам эти простые тайны, потому что они действуют. Третье. Когда вы молитесь, вы должны знать, что сказано в Библии о воле Божьей. В первом послании Иоанна, 5 главе, 14 стихе, говорится, «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем, просимое от Него. Вы должны знать Его волю. Что Его Слово говорит о сомнениях? Господь обещал, что молитва может передвигать горы». Но нужно еще задать себе вопрос. Почему? Потому что это должна быть правильная гора, а не неправильная. Итак, может ли молитва передвигать горы? Да. Но о какой горе вы говорите? Та же ли это гора, о которой говорится в Слове Божьем? Или это ваша собственная гора? В Слове Божьем однозначно говорится об обетованиях. Послушайте, драгоценный, у Бога есть совершенная воля, и воля, допускающая то есть то, что Он допускает. Некоторые люди требуют, чтобы Бог отвечал на их желания, когда это не является Божьей волей. Я хочу выйти замуж за этого человека, потому что он мне нравится. Бог говорит, на это нет Моей воли, а я все равно хочу выйти за Него замуж. И вот ответ Бога. Если ты это сделаешь, то ты будешь несчастна. Это допускающая воля. В Псалме 105, 15 стихе мы видим допускающую волю Божью, и Он исполнил прошение их, но послал язву на души их, как говорится в Библии. Он исполнил прошение Израиля, но их душа пропала. Никаких благословений. Он исполнил желание их сердца, но послал язву на душу их. Об этом говорится в 15 стихе 105 Псалма, но есть и совершенная воля Божья. Послание к римлянам. 12 глава, 2 стих. В Библии говорится о совершенной воле Божьей. Есть совершенная воля Божья, которая известна нам. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вы познаете совершенную волю Божью, когда читаете Писание. Послушайте меня внимательно, и ничего не пропустите. Я изучал Писание, и я знаю, что Бог обещает. Он обещает избавление, исцеление. Все обетования Божьи ясно изложены в Его Слове. И я могу просить о них, потому что Бог готов ответить на такие молитвы. Он гарантировал ответ. Но я должен прежде найти Его в молитве, веря в то, что Он обещал. Это великая тайна. Для того, чтобы моя молитва могла двигать горы, я должен знать Его волю в этом вопросе. Является ли это Божьей волей? И я узнаю это из слова. Возможно, вы не найдете конкретного стиха, но вы можете найти историю, которая покажет вам, как Бог действовал в определенном месте. И я увижу, здесь Бог действовал так. И значит, Он именно так относится к этому. Послушайте внимательно, потому что это очень важно. Отношения с Богом являются ключом. Пожалуйста, скажите это вслух. Если вы живете в неповиновении, если ваши взаимоотношения с Богом недостаточно сильны, то вы никогда не узнаете Его волю. Даже несмотря на то, что вы искренне можете искать ее, вы не узнаете ее. Пример. Саул в первой книге царств, 28 главе, стихах 5, 6 и 15, Бог не отвечал на молитву Саула. Он продолжал спрашивать у Бога, «Какова твоя воля на это?» А на то, но Бог молчал. Почему? Потому что Саул жил в неповиновении. Бог не ответит вам, и вы не узнаете Его волю, если вы живете как бунтарь. Вы никогда не поймете Писание, если вы живете как бунтарь. Псалмопевец сказал в Псалме, в 65-м, 18-м стихе, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Вы не будете знать Божью волю. Он не будет говорить с вами. Поэтому повиновение является ключом, так же, как и взаимоотношения. Вы никогда не будете знать совершенную волю Божью, если у вас нет взаимоотношений с Господом. И в Библии ясно сказано и о совершенной воле Божьей, и о Его допускающей воле. Совершенная воля Божья запечатлена в Писании, а допускающая воля — это когда вы требуете чего-то, и Бог дает вам это, потому что любит вас, хотя Он и знает, что это принесет вам вред. В следующей передаче пастор Бенни продолжит давать учения с конференции в Оверленд Парк и раскроет семь ключей к молитве, которая способна переставлять горы. Наш дорогой Небесный Отец сказал нам в книге Иеремии, 33 главе, 3 стихе, «Возови ко мне, и я отвечу тебе». Нам выпала огромная честь. Мы можем взывать к Богу славы, можем приходить в Его присутствие и общаться с Ним. А затем Он сказал, «И я отвечу тебе». Подумайте о людях этого мира, которые молятся идолам, бесам. Они молятся демонам и ничего не получают, кроме оков и тьмы. Но наш драгоценный Небесный Отец оказал нам царскую милость, когда сказал, «Возови ко мне, и я отвечу тебе». Это гарантированно. И я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Бог снимает пелену с ваших глаз и открывает вам свое драгоценное Слово, свою драгоценную Истину. Он откроет вам богатства, которые принадлежат вам, и покажет, как принять их. Молитва является ключом. Молитва, которая движет горами. Вот о чем я говорю в этой серии передач. И Господь сказал, «Ваша сила в тишине и уповании». Поэтому ищите Его сегодня, и вы найдете Его. Не имеет значения, сколько вам понадобится времени. Ищите Господа, и вы найдете Его. И вы найдете мир, который искали, уверенность, веру и покой, который вы искали. Подумайте о том, что ваша жизнь снова наполнится радостью. Это все будет дано вам, если вы попросите Его. Сделайте это сегодня. Дорогой Иисус, я молюсь, чтобы ты привел людей в это тихое место покоя. В твоем слове сказано, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Это место защиты и безопасности, которое принадлежит всем нам. Прикоснись сегодня к твоему народу и дай ему жажду и стремление к тебе во имя Иисуса. И народ Божий сказал «Аминь и Аминь». Давайте помолимся за нужды. Не забывайте, что после того, как мы помолимся здесь, ваши нужды отправляются в Иерусалим, в наш молитвенный центр, где люди молятся за них на протяжении 30 дней. Люди с усердием молятся за вас. Поэтому присылайте свои молитвенные нужды и верьте, что Бог восполнит их все.